Добрый день, дорогие братья и сестры! В этом видео собрал все то понимание, которое мы имеем сейчас из Писания касательно метки зверя, касательно современного иглоукалывания. Делюсь этой информацией. Также дополнительный материал. За него особая благодарность сестре Наталье, которая поделилась ссылкой. Ссылка это на LiveJournal. Я оставлю ее в описании. Еще сразу скажу, что я не все материалы автора могу рекомендовать, но вот этот мне показался интересным. И мои дополнительные размышления касательно фрагмента из книги Даниила. Еще я не упомянул в этом видео, в этой аудиодорожке вернее, то понимание, которое мы имеем, о котором я говорил в прошлых видео, касательно того, что рука и лоб могут символизировать. Рука это символ власти, символ покровительства, а лоб мыслительного процесса. И соответственно, если мы передаем это все под контроль сатане, то соответственно, мы преклоняемся перед ним, подчиняемся его власти. Это тоже такое понимание, которое в копилку нашего общего понимания. Ну и конечно же, хочу поблагодарить вас за то, что вы бодрствуете, делитесь этим материалом, свидетельствуйте, возвещайте истину в это время. И самое главное, возвещайте о том, что Господь скоро грядет. Я постараюсь изложить тему вкратце, не зачитывая долго известные фрагменты из Писания. Вы можете это сделать самостоятельно. Люди, которые уже в теме, им будет понятно, о чем я говорю, и они дополнят свое понимание. Ну а люди, которые еще только в тему входят, смогут, естественно, это дополнительно сами самостоятельно изучить. Первое, что у нас есть, это слово начертание, хорагма с греческого. Переводится как, имеет несколько различных таких переводов, это укус змеи, знак, отпечаток, след, начертание или монета. Одно из ранних упоминаний в древности этого слова, вот греческий драматург Софокл употребляет это слово именно в значении укус змеи. Позднее намного Плутарх, например, использует это слово уже как денежная метка. Что здесь интересного? Интересно здесь прежде всего вот эта вот многогранность значений. Фактически, книга Апокалипсис, это откровение, то есть Дух Святой в рамках этой книги открывает нам эту тайну. Даже если мы говорим в контексте числового значения, начертания 666, то Библия призывает нас расчислить, понять, осознать всю глубину вот этой тайны беззакония, многоликость, так сказать, этого плана сатаны. И вот мы сейчас об этом поговорим. Итак, значение укус змеи. Интересно, что змея это символ небезызвестной медицинской организации всемирной, а также и многих других различных медицинских символов. Вообще, это такой символ медицины. И здесь мы должны вспомнить еще одно греческое слово, которое употребляется в книге Откровения. Это фармакея, которое дословно переводится как колдовство, и впоследствии мы знаем, во что это колдовство вылилось. То есть постепенно фармакея перешла в плоскость научных знаний, то есть мы теперь вот эту вот манипуляцию, вот это колдовство уже имеем в формате современной науки, так сказать, да, в кавычках. Долго на эту тему распространяться не будем, мы все прекрасно знаем, насколько продажный и коррумпированный фармацевтический бизнес, насколько вот эта вот сфера медицины, как науки, она лжива, лукава, обманчива, и самое главное, вот то, к чему во многом стремится сейчас современная медицина, они вытеснили из рациона, скажем так, да, какие-то божественные методы, естественные методы исцеления, помощи человеческому организму в борьбе с болезнями, и заменили это какими-то непонятными химическими препаратами, которые якобы только они могут помогать, и соответственно сейчас вот этот фармацевтический бизнес, вот это вот современное колдовство, возведенное в ранг науки, это прекрасный инструмент для того, чтобы проводить различные манипуляции и зарабатывать на этом деньги, зарабатывать деньги на манипулировании здоровьем человека, и сатане это очень и очень необходимо и пригодиться в последнее время, а пригодиться по той причине, что, как я уже упомянул, медицина сейчас это, она возведена в ранг науки, то есть это теперь уже не просто там какое-то шарлатанство, вот именно в том изначальном контексте фармакеи, да, то есть теперь эта наука, она имеет беспрецедентный авторитет, и вот это вот ключевой момент, сатана прекрасно понимает, что для того, чтобы человека поставить на колени или куда-то везти, нужно играть прежде всего на базовых инстинктах самосохранения, то есть вопрос медицины, это вопрос жизни и смерти, это вопрос здоровья, и соответственно, когда перед человеком, неважно, какой этнической группе он принадлежит, какой религии, стоит вопрос выживания, то человек, зная, что ему необходимо бороться за жизнь, он что делает, да, он доверяет медицине, он доверяет науке, как бы науке, да, и беспрекословно готов подчиняться любым распоряжениям, любым рецептам, которые эта наука, эта медицина ему прописывает, поэтому сатана, конечно же, избрал великолепный инструмент для нанесения метки зверя именно вот в формате медицины, то есть это не просто вопрос там финансовой системы, хотя она тоже будет включаться в это поклонение, это не просто вопрос там политической какой-то принадлежности или религиозной, что собственно все тоже будет иметь место, но основа это медицина, это борьба за жизнь, это работа в контексте базовых инстинктов, инстинкта самосохранения, как я уже сказал, и конечно же это работа в духовной плоскости, обман, ложь и обольщение, вот это вот колдовство в рамках фармакеи, в которое погружает человечество. Заметим еще один момент, интересно, что сейчас вот есть информация на последнем саммите глав государств в Ватикане, который произошел, там была вторая такая, так сказать, стадия этого общения сокрытая, и вот есть информация о том, что говорилось на этом собрании, о том, как сейчас к современному иглоукалыванию должна относиться церковь, какую позицию она должна официально занять. Там были представители практически всех динаминаций, всех религий, всех направлений религиозных мира, и вот было дано такое распоряжение, чтобы именно своей пастве лидеры, вот эти так называемые пастыри, хотя мы понимаем, что это настоящие волки в овечьей шкуре, они говорили, что вопрос иглоукалывания это вопрос не теологии, это вопрос медицины, поэтому если вам нужно принимать решение, вы должны советоваться с кем? Все верно, с врачом. Ну и буквально через несколько дней что мы получаем, что даже протестантские многие союзы, какие-то вот эти вот, как я уже сказал, пресвитеры, но на самом деле это волки в овечьей шкуре, какие-то служители начинают с кафедр лить вот это вот ложное сатанинское месиво по поводу того, чтобы верующие люди, принимая решения, руководствовались не какими-то там конспирологическими теориями якобы, а вот слушали врача, слушали своего там лечащего врача, ну и вот мы знаем, да, как это сейчас даже задокументировано в формате каких-то предписаний от некоторых союзов, да, или просто несется с кафедры во множестве христианских общин. Еще по поводу слова харагма. Интересно, что однокоренное слово этому в греческом языке это харассо, и оно имеет значение царапать или ранить. И вот тут я хочу с вами поделиться тем материалом, который мне сбросила сестра Наталья. Это интересный материал человека, который разместил его в интернете. Не знаю, кто это, но вот хочу поделиться, потому что здесь есть очень интересные мысли. Итак, согласно его, скажем так, исследованиям, размышлениям, он говорит о том, что как раз первоначальное значение слова харагма это слово царапина или укол от острого предмета или шипа, которыми чеканили рисунок на монете. И интересно, что если смотреть на первичный смысл, то людям будут делать царапину или укол острым предметом типа шипа в правую руку. Далее в отрывке сказано, что царапина будет наноситься или на правую руку или на лоб. Это отсылка к фрагменту из книги Откровений. И вот интересно, что лоб с древнегреческого это метапон. И это слово означает не только лоб, а также значит фронт или фронтальный. И соответственно, если мы обратимся снова к тексту из книги Откровений, там написано, что при упоминании правой руки стоит предлог или. И тогда логично предположить, что речь идет не о лбе, а о противоположной руке. Например, в древнегреческом есть слово метаномия. И оно происходит от слова мета. Кстати, заметьте, опять же, мета, вы, наверное, знаете, что сейчас носит название мета. Мета с греческого дословно переводится как через или с помощью. а миа это имя, то есть через имя или с помощью чего-либо. И вот это слово метанемия это словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет, явление, находящийся в той или иной пространственной, временной или тому подобной связи с предметом, который обозначается заменяемым словом. То есть другими словами, говоря проще, метапон может подразумевать в данном случае не лоб, а противоположную первому значению, там написано на правую руку, то, соответственно, как бы её проекция или, скажем так, её противоположность, противоположность правой руки это левая рука. И, соответственно, возможно, в данном тексте слово метапон можно воспринимать следующим образом. То есть вот этот вот стих из Откровения 13 глава 16 стих может быть прочитан следующим образом. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положен будет укол в правую руку их или в противоположную их противоположную руку». Интересно, правда, такое наблюдение, такие размышления? Я оставлю ссылку на LiveJournal, который кинула мне сестра Наталья, для того, чтобы вы могли сами ознакомиться с текстом оригинала, который я сейчас вам частично зачитывал. Ну, а мы с вами движемся дальше. Следующий момент, опять же таки, по укосу змеи. Вы знаете, наверняка, что некоторые змеи, они процесс, вот этот вот принцип укуса выглядит таким образом, что змея кусает не один раз, а два раза. И это тоже такая вот интересная отсылка к тому, что сейчас происходит, да, что нужно подразумевать под укусом, что нужно подразумевать под меткой, и как это реализовывается на практике, да, что вот делается один укус на букву «у», да, делается другой, и будут делать их и дальше, пока не приведут всё к единому знаменателю, вот к тому самому, о котором мы уже читаем в книге «Откровений», ну и подробностями этого процесса, о том, что вообще вот принцип нанесения метки, начертания, он может быть постепенным, и я считаю, что он постепенный, и он как бы выходит за рамки седьмины, то есть он начинается ещё до того, как должна наступить последняя седьмина, я в одном из видео своих раскрывал. Окей, движемся дальше. Теперь мы поговорим ещё об одном греческом слове, это «таксон», опять же-таки небезызвестный отрывок из «Откровения», где выезжает «Белый всадник» с луком, это не Иисус, это его антипод, скорее всего, это антихрист, и вот интересно, что это первый всадник, который появляется, лук с греческого, это «таксон», от него произошло слово, которое есть в латыни, которое есть в английском языке, которое перекочевало в русский язык, как слово иностранное, это «таксин», интоксикация, и это тоже как бы некая такая отсылка, что вот сатана когда является, когда появляется этот всадник, скорее всего, да, он будет открыт в самом начале седьмины, то есть сатана как бы является после восхищения церкви, тайна беззакония, начинает набирать свою такую агрессивную кульминационную фазу в течение семи лет, и пиком этого всего будет, да, вот этот вот период в середине седьмины, когда потребует уже сатана поклонение себе, когда уже будет нанеситься финальное начертание, но интересно, что, опять же таки, да, я говорил, процесс нанесения начертания, он начинается еще до того, как этот всадник появляется, мы уже видим, как идет подготовка, как уже делают первые у, для того, чтобы в конечном итоге, когда начнется эта седьмина, сатана уже в кульминационной своей фазе настолько закрутил маховик этого процесса, что люди, которые уже как бы движутся в этом окне Авертона, которые уже практически движутся в том, что принимает эти У, они уже не имели обратной дороги назад, то есть они уже просто следовали и следовали и следовали этим путем вот той самой финальной развязки, о которой я упомянул, то есть исходя из этого мы можем четко говорить о том, что поражение этим токсином оно уже началось и мы уже при дверях того, что этот всадник скорее всего должен вот да, скоро появиться, потому что будет начинаться седьмина и суммируя все наше понимание, картину мы получаем следующую, у нас есть фармакея, есть колдовство, есть обольщение, оно наносится через укус змеи, через вот эту вот харагму, эта харагма это вполне вероятно, да, вот эта метка, которая может быть и на правой или на левой руке, это царапина, которую нам наносят и предлагают, наносят, да, тем, кто соглашается. И в конечном итоге это процесс, который наберет свою кульминацию, будет уже таким финальным, финализирован в середине седьмины в формате прямого поклонения. Уже пройдя этим коридором, как я сказал, уже этим путем, человек будет полностью и духовно, и душевно, и физически, скорее всего, подготовлен к тому, чтобы полностью преклониться человеку греха, которого сатана явственно в этом мире помажет, которого введет и поклонение которому он потребует от людей, которые уже были полностью подготовлены в рамках вот этого процесса, как я сказал, который уже мы сейчас воочию наблюдаем. Ну и напоследок такое интересное мое наблюдение, мои размышления над фрагментом из Ветхого Завета, это книга Даниила 9 глава, 27 стих. Вот этот стих я сейчас вам прочитаю и немножко поделюсь своими соображениями. Итак, в синодальном переводе этот стих звучит следующим образом. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошитель». Вот мы знаем о том, что последняя седьмина это время работы Бога и Сатаны, к сожалению, с Израилем. Сатана хочет Израиль уничтожить, а Господь хочет переплавить и спасти. И, конечно же, самым болезненным уколом для евреев, как это уже было в истории, в момент Маковея, в момент разрушения храма военачальником Титом, так будет и в последнее время, когда он, по сути, разрушит поклонение в храме истинному Богу, которому евреи хотят поклоняться, но в рамках обольщения будут поклоняться не в контексте веры в Мессию Иисуса Христа. И вот он, этот человек греха, человек от Сатаны, воссядет в храме еврейском, отменит жертвоприношение, как бы таким образом обесчестит вновь отстроенный храм. Еще раз в истории у евреев произойдет вот это вот такое публичное высмеивание, такой позор и надругательство над их святыней, и он потребует поклонения самому себе. Интересно, что, ну вот для евреев, да, как бы святыня это физический храм, но мы знаем в контексте истории в рамках последних двух тысяч лет времени язычников, что Бог дал возможность в рамках спасительной миссии Иисуса Христа, Его первого пришествия, Его смерти и воскресения. Теперь человеческому телу быть храмом, храмом Духа Святого. И церковь это храм Духа Святого. То есть настоящий храм это тело, да, Дух Святой живет в нас. Писание, Новый Завет, послание к Коринфянам говорит о том, что наше тело это храм Духа Святого. Возвращаясь к стиху 27 из Даниила, здесь написано, что он поставит на крыле храма мерзость запустения. Вот интересно, что такое крыло вообще, да, что это такое? Вот. Обычно, да, вот крыло, это значение этого слова, это одна из двух сторон чего-либо. То есть это, например, там часть какой-то боковой пристройки, вот, или часть здания, вот мы часто говорим, да, там в правом крыле здания, там в левом, этот офис находится, да, в правом там крыле здания, или в левом крыле здания. Также это значение может, это слово может означать, тоже, опять же таки, вот часть чего-либо, крайнее, допустим, правое или левое. Например, применительно мы говорим о том, что крайне правое крыло, допустим, какой-то партии, или там крайне левое, или правое, или левое крыло в парламенте, или, например, в военной терминологии, вот в построении войск, тоже мы можем говорить, что это там правое крыло, каких-то военных построений, там левое крыло, то есть вот какой-то наступательной модели военной. То есть вот крыло — это некая, да, такая вот, как мы уже говорим, крайняя правая или левая часть. И вот здесь в контексте храма говорится, что мерзость запустения, она будет на крыле храма. Я верю, что это будет физически, я верю то, что будет отстроен третий храм, и это действительно мы увидим воочию, потому что, как я уже сказал, сатане, работая, скажем так, с евреями, необходимо будет унизить их именно через их святыню, вот настоящий физический храм, как строение. Но интересно, что сатана имеет свои планы не только по отношению к евреям, к Израилю, а вообще ко всему человечеству. То есть сатана не хочет, зная, что ему мало осталось, ему определен суд от Бога. Он хочет, чтобы на этом суде как можно больше предстало вместе с ним и людей, которые будут обольщены им и последуют за ним. И вот если мы говорим, я недаром упомянул о том, что Бог позволил человечеству, Бог позволил человеку быть храмом Духа Святого в своем теле, вот в рамках последней истории человечества, вот последних двух тысяч лет, христианскую эпоху, как мы говорим. И вот интересно, что я думаю, что вот это место можно трактовать и образно, что сатана захочет как бы на крыле храма, на крыле нашего тела, на одном из этих крыльев, а это, скорее всего, мы можем трактовать как правая и левая рука, вот правое крыло, левое крыло, он захочет поставить вот эту метку, отметину запустения. То есть он хочет нанести вот это вот запустение на человеческое тело. Это тоже очень символично и интересно, что в оригинале на иврите крыло — это слово ханаф, и одно из его значений, вернее, одно из однокоренных слов, из которого сформировано слово «крыло» на иврите, вот это вот однокоренное слово, оно переводится как «скрывать» или «прятаться». То есть другими словами можно сказать, что если мы говорим применительно к телу человека какой-то отметине, какой-то мерзости запустения, которую на крыле сатана хочет расположить на человеческом тело, на правой или на левой руке, то он хочет как бы скрыть, спрятать что-то в организм человека, вот эту вот метку. То есть возможно, опять же таки, я в одном из видео говорил, что допустим финальная метка уже, когда она будет наноситься в середине седьминной, она и физически будет видима, то есть она как-то будет проявляться на теле, она будет заметно вооружённым глазом, но во многом за ней будет стоять вот этот вот некий какой-то скрытый процесс или даже какие-то скрытые вещества, скрытые какие-то элементы, механизмы, которые будут как бы вмонтированы, да, в тело человека, размещены на крыле и спрятаны там, на крыле человеческого тела. Это тоже очень вот такой интересный момент, который я подметил, если обратиться к отрывку из книги Даниила, 9 глава, 27 стих. Поэтому на данный момент мы имеем вот такие вот данные. Я думаю, что всё очевидно, что происходит, к чему человечество идёт. Очень печально, что вожди слепые ведут слепых сейчас в церкви и пасторы, в кавычках, которые по сути своей наёмники прямиком ведут людей в лапы системы зверя, системы антихриста, которая буквально вот-вот будет уже явлена и будет воцариться, скажем так, да, в полной мере на этой земле, на этой планете. Очень жалко, что церковь сейчас это не различает, не различает это и лидеры союзов, это пресвитеры, это пасторы, это многие служители, которые с кафедры не говорят истину и не предупреждают церковь о том, что происходит. Уж, конечно же, не предупреждают этот мир, людей в этом мире для того, чтобы они обратились и познали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому, как я уже сказал, вот такой расклад мы имеем на данный момент. Я верю, что Бог будет и дальше открывать нам понимание для того, чтобы мы могли трубить, для того, чтобы мы могли делиться этой истиной с нашими братьями и сёстрами, с теми, кто в нужде, кто уже принял эти метки и кто сейчас, я всё-таки верю, ещё имеет возможность вернуться к Богу, и это возможно только через покаяние. И поэтому, дорогие братья и сёстры, вооружайтесь этой информацией, вооружайтесь этой истиной, знайте, что вы правильно всё понимаете и продолжайте трубить, потому что мы сейчас, как люди, которых пробудил Господь, которым вложил это понимание, эту истину в сердце и разум, мы должны это делать для того, чтобы истина Божия сейчас возвещалась, истина Божия, она сильнее всякой сатанинской лжи, и мы, сколько Бог даёт нам сил, сколько даёт нам помазания, веры, мудрости, мы могли во всей силе сейчас возвещать эту истину для того, чтобы, как Павел сказал, чтобы приобрести, если и можно, то некоторые. Благословение вам, дорогие братья и сёстры, Маранафа, Господь грядёт, это неизбежно, и это будет очень скоро, и победа она у нашего Господа.